Привет, просветители! Веселые времена для Министерства просвещения продолжаются. Не успели мы с вами как следует отойти от показательной порки министра Кравцова в Госдуме? Обзор всего действия вы можете посмотреть вот в этом ролике. Однозначно. Как на прошлой неделе разгорелся едва ли не самый большой скандал, связанный с ЕГЭ. В Госдуме снова негодовали, отчитывали и призывали принять меры. В общем, все как обычно. Продолжаю удивляться, как мы неожиданно для всех попали в этот странный таймлайн, где тезисы из моих старых роликов это уже не проплаченная Западом клевета на лучшее образование в мире и... Павел, вы видите только минусы. А еженедельная программа депутатов. На этом канале мы с вами несколько раз обсуждали, порой и осуждали, ЕГЭ. Его особенности, плюсы и минусы экзамена. И всякий раз я говорил, я бы ЕГЭ не сдал. Потому что вся эта истерия, начинающаяся едва ли не с пятого класса, для особо удачливых с начальной школы, с либо сейчас, либо никогда, или нормальные баллы на экзамене, или жизнь на мусорке, на меня бы подействовало просто потрясающе. Для того, чтобы удачно сдать экзамен, или хотя бы не провалить его, нужно не только обладать знаниями, но и находиться в адекватном эмоциональном состоянии. Удивительная информация, правда? Потому что, когда ты уже в аудитории, но все еще не до конца решил, то ли разрыдаться, то ли сквозь землю провалиться, а может из окошка сигануть, мозг почему-то не особо хорошо работает. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. И когда выпускник и так уже находится в таком взвинченном состоянии, окружающие могут либо попытаться успокоить, либо идти до конца и довести до натуральной истерики. Как вы понимаете, сегодня мы будем говорить о второй ситуации. Пока вы все там думаете об отпуске, о каникулах, я могу о них только мечтать. Контента надо делать так, что нарядился соответствующе. Мечтаю. Впрочем, даже находясь на рабочем месте в городе, можно извлечь преимущества. Например, круглосуточно радовать себя вкуснятиной из доставки еды Фудбенд. Тем более, что вам от меня будет горячая летняя скидка на все-все заказы по промокоду ОСТАПОВ. Фудбенд сами приготовят и доставят вкуснятину по Москве, Алматы и кое-где еще. Скидка многоразовая, хоть каждый день балую себя разной едой. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню Фудбенд много пиццы прямо из печи. Классик или что-то необычное или новинки. Если тесто летом вам нельзя и приводите себя в форму, берем стильные покеболы с лососем или креветками. Я такой пробовал в Москве, красиво и сытно. Или просто закажите большой сет разных роллов с рыбой и морепродуктами. Или горячие блюда Фудбенд, лапша ВОК и другие блюда со сковородки. Летом полезнее есть морепродукты, так что порадуйте себя кальмарами, осьминогами и креветками. Можно прямо напиться, так удобнее. Кстати, зрителям-предпринимателям у Фудбенд есть франшиза. Помогут открыть кафе и доставку в вашем регионе. Ну а если просто хочешь уже поесть, пиши при заказе код Остапов. Скидка на все меню. Ссылки ниже и приятного аппетита. Началось все вот с этих постов в телеграмме Мизулиной. В школе номер 62 Воронежа у всех девочек металлоискатель сработал на косточке в лифчике. После чего охрана начала кричать на девочек и разбираться, что же у них пищит. Как бы девочки не объясняли, что пищит нижнее белье, охранники заставили девчонок снимать бюстгальтеры. Девочки, которая категорически отказалась это делать, прощупывали грудь. Все девочки плакали. Это огромное нарушение личного пространства, а также жестокое нарушение правил проведения экзамена. Э-э-э-э. Когда я сняла лифчик, у меня не запищала рамка, как и у второй девочки. Нас еще специально проверили ручным прибором, и было понятно, что это был лифчик. У третьей девочки еще был корсет. Нет бы сказать спокойно, что нужна справка. На нее бедную тоже, как собаки, накинулись, чтобы справки не пропустят и оставят на улице. Кстати, по поводу «не может запищать». Минутка потрясающих историй. Я уже рассказывал, что в этом году сдавал международный экзамен по немецкому языку. Гутен так. Я, конечно, понимал, что все будет, наверное, серьезно, но даже предположить не мог, что в итоге окажусь в ситуации ЕГЭ на максималках. В 37 лет. После того, как ты входишь в аудиторию, надо оставить все посторонние вещи в специальном месте. С собой только паспорт, ручка и вода. Подходит моя очередь, меня проверяют металлоискателем. Пищит. Телефона нет. Часов нет. Ключей нет. Что пищит? Наверное, ремень. Снимаю ремень. Пищит. Отхожу. Перепроверяю все. Ничего методического и в помине нет. Выворачиваю карманы. Пустота. Только одна несчастная жвачка. Убираю ее. Тишина. Вот этот музыкальный фестиваль, судя по всему, был из-за жвачки. Я даже представить не мог, что такое возможно. На что там может прибор реагировать? На этот блестящий вкладыш внутри? Окей. Но в любом случае, как оказалось, нет жвачки, нет проблем. Дальше захожу в аудиторию, уже в таком слегка нервном состоянии. И нас начинают еще раз проверять. К тебе подходит экзаменатор и сравнивает твое лицо с паспортом. Через пару минут подходит уже другой преподаватель и опять проверяет. Дальше приходит очередь воды. У каждого, кто ее принес, проверяют бутылку. Долго и сосредоточено. Я отлично понимал, зачем все это делается. Но даже у меня, человека, который до экзамена прекрасно сознавал, волноваться не стоит. Ну не сдам сегодня, приду через месяц. К концу всех этих проверок появилась такая нешуточная тревога. Вот еще чуть-чуть и у меня точно шпору найдут. Хотя у меня никаких шпаргалок и в помине не было. Но страшно все равно стало. И вот это вот тревожное ощущение, что сейчас что-то максимально серьезное происходит, вот еще немного и кого-то начнут выгонять, оно действительно помешало мне на первой части экзамена. Потому что немножко так успокоиться, опять вернуться в какое-то свое нормальное расслабленное состояние я смог только ко второй части экзамена. Не повторяйте моих ошибок. Но вторую часть я написал на 100%. А теперь просто представьте, когда это не обычный языковой экзамен, а ЕГЭ, которому ты несколько лет готовился. А тебя отправляют лифчик снимать, да еще и орут. Самое то перед экзаменом. Я сама из 62-й школы Воронежа. Нас всех заставляли снимать бюстгальцеры. Бол, там мы пронесли шпоры, в том числе и меня. Вернулась домой в слезах. Наверное, это был мой самый опозоренный день, который должен был быть важным. Я очень надеюсь, что это как-нибудь прояснят. После поднявшейся шумихи появилось заявление в ТАСС. В Воронежской области проверили жалобы школьниц на охрану перед ЕГЭ. В учебном заведении осмотр при помощи ручного металлодетектора проводили корректно, сообщил представитель пресс-службы правительства региона. И тут же новое сообщение в Телеграме Мизулиной. Идиотизм. Они видео обрезали до 4 минут в интернете. Мы начали раздеваться на улице с 9.30. Пусть выложат видео. Все замазали и обрезали. Мы были не одни. И выдумать это не могли. Пусть ставят звукозапись. Но официальный ответ. Никого не раздевали. Проверяли только женщины. Видеодоказательства присутствуют. Странно, конечно, женщины выглядят, перед которой девочка кофту поднимает. Но окей. Но поток сообщений на этом не прекратился. Я тоже сегодня сдавала ЕГЭ в 62-й школе города Воронеж. Я в полнейшем шоке от того, что там происходило. Нам пришлось раздеваться, чтобы нас пропустили для дальнейшей сдачи экзамена. Девочки рыдали, были испуганы. Организаторы орали на нас и не хотели пропускать. Организаторы даже не отвели нас в туалет, чтобы мы сняли те вещи, которые у нас пищали. Нам пришлось раздеваться на входе данной школы. И наши действия видели учителя как женского, так и мужского пола. Никто не захотел нам помочь разобраться в этой проблеме. Только сказали, а как вы хотите? Вы же хотите сдать экзамен? Я стояла рядом с одноклассницей, мы с ней подумали, что это может косточка от лифчика пищать. Но женщина сказала, что нет. Мы стояли на улице, снимали лифчики. Однокласснице было некомфортно, и она говорила, что из-за тонкого материала футболки у нее может виднеться грудь. На что наш классный руководитель сказал ей, держитесь. Вот это я понимаю слова поддержки. В мою аудиторию зашли три девушки без лифчиков. Одну девушку не пропускали в корсете, других просили снять в косточке. Девушку с брекетами допустили только через час. Лифчики снимали не в туалете. Был заход в школу, и там стояла рамка. Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли. Потом они проходили, опять пищали, и им говорили, снимайте лифчик. Кто-то говорил, показывайте. Кому-то проверяли просто шорты. Некоторые снимали в коридоре, некоторые выходили на улицу. Папа одной моей одноклассницы насчитал только на улице 11 девочек, которые выходили снимать лифчики. А сколько их было внутри, неизвестно, рассказала одна из девочек. И после этого началось. Сергей Миронов из «Справедливой России» связал экзамены. Проблемы демографии. В ожидании и задании по физике, по форматике, по литературе 7 часов находились в помещении, в духоте, без воды, без еды, без ничего. А если я вам скажу, спросите врачей. Вот у нас все говорят, какое у нас замечательное, все, у нас так все хорошо. А вы спросите врачей, сколько у нас больных с сахарным диабетом? Сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда? Потому что стресс. И все. И у них сразу идет гормональный сбой. И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми. Я еще раз это говорю. Ничто не стоит здоровья наших детей. Если мы, с одной стороны, говорим о решении демографической проблемы, а с другой стороны, мы гробим наших детей прямо на пороге взрослой жизни. Надо прекращать это безобразие и обзанить на предалку, где на нем есть. Да, но ОГЭ в этом году тоже было весело. 27 мая в Нижегородской области девятиклассники из разных школ сдавали общество знаний, биологию, информатику и химию. В какой-то момент из-за технического сбоя сотрудники ППЭ не смогли вовремя получить кимы по обществознанию. И школьники были вынуждены оставаться на местах до выяснения обстоятельств. В некоторых школах задержки растянулись на несколько часов. Школьники нервничали, а учителя и родители ничем не могли им помочь. Но вернемся к ЕГЭ. Со всей этой шумихой с лифчиками про ОГЭ и Нижегородскую область достаточно быстро забыли. Высказалась вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Выпускникам из Воронежской области, которые поддерживались унизительным обыском, важно предоставить дополнительную возможность пересдачи экзамена. Соответствующее обращение мы направили в Министерство образования Воронежской области. Сообщила она. Не осталось стороне Нина Астанина. Если честно, мне хочется даже вот сейчас, пользуясь возможностью, извиниться перед детьми и родителями. Перед всеми детьми и родителями, чьи человеческие достоинства были унижены. На официальный ответ Министерства образования Воронежской области вообще не обратили внимания. Нарушений нет, никто не жаловался, все в порядке. Парламентарии продолжили высказываться. Создается ощущение, что наступил новый этап, когда чиновникам из Министерства просвещения уже просто никто не верит. Даже депутаты. Если раньше достаточно было, как обычно, сказать, все в порядке, никто не жалуется, и проблему тут же пытались замять, то недавняя ситуация с выступлением Кравцова в Госдуме и новый скандал показывает, что ситуация, похоже, изменилась. Кстати, о Кравцове. Мы еще раз посмотрели камеры с видеонаблюдения, поговорили и с руководителем пункта проведения, с организаторами экзамена. На данный момент эта информация не подтверждается. Кто-нибудь ожидал другого ответа? В Воронеже заявляют, что видеозапись не подтверждает слова школьниц. Те же, в свою очередь, требуют выложить полную запись. Чем в итоге вся эта ситуация закончится, мы, надеюсь, узнаем в ближайшее время. Но сам факт, что данная тема вообще получила подобный резонанс, на мой взгляд, позитивный момент. Порой мы видим в школах две противоположные ситуации. Либо «Заходите в мой дом, мои двери открыты, и 70-летняя бабушка охранится». Либо к тебе изначально относятся как к преступнику, и с первых минут настраивают на «Позитив». Все эти бесконечные истории про туалеты без кабинок, про попытки замять спорные ситуации, превращение ЕГЭ в квест на выживание, говорят очень о многом. Главная задача всех участников экзамена – пережить этот этап с наименьшими потерями. Но, к сожалению, некоторые взрослые все еще используют ЕГЭ как элемент запугивания. «Не допущу», «Выгоню», «Не пропущу», «Не выпущу». Возможно, разразившийся скандал поможет изменить ситуацию. Но вериться в это, честно говоря, с трудом. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.